Очередной выпуск про дома, найденные на airbnb. У нас в этот раз в Катманду по Неварским жилищам состоялся трип. Вот сейчас мы в Паттоне, это с частной части Катманду. Раньше это был отдельный город, город-государство. И мы сняли комнатку на верхнем этаже, в таком типичном, традиционном Неварском доме. Но на самом деле он типичный, не потому что их много, их уже мало осталось, а типичный, в плане типичное для Неваров архитектуры и устройства дома. Заходим внутрь. Вот здесь видно, что ребята очень подкованные, в плане airbnb и вообще того, что нужно иностранцам. Потому что очень удобная квартирка, то есть есть хоть маленькая комната, но есть два стола рабочих, большая кровать, есть полочки, есть всякие вешелочки, крючки, чего часто не бывает. Вот, красивая, такая чистая ванная с туалетом, горячая вода, но она у всех тут в принципе от солнца нагревается. Вот такой вид за окном, то есть это внутренний дворик, такой типа колодец. Что еще показать? А, ну вот классная крыша, мне очень нравится, что здесь вот эти перекрытия, балки, все видно, не закрыто. И когда мы выходим на улицу, вот тут у нас бошен машин и алтарь одновременно. Помолился и все отстиралось. Веранда, как бы терраса, она вроде как общая, но я думаю, пока мы тут живем, тут никто особо появляться не будет. И вот такой вид. То есть вот там находится площадь Королевская, Паттонская, Дурбар-сквер. Вот тут внизу храмы, которые реставрируют после землетрясения. Вот там уже даже заканчивают. Ну и такой вот старый город. Сейчас хорошая зимняя погода и небо, и даже горы иногда видно вдалеке с таких вот крыш. Это жилье мы нашли на Airbnb. Пользуйтесь Airbnb, находите классное жилье, потому что это офигенный опыт путешествия. Вот такие вот места традиционные и с классными, милыми хозяевами, которые тоже все покажут, расскажут и обогатят опыт путешествия. Все. Stay tuned. Ссылочка внизу. Регистрируйтесь. Получаете 33 доллара на первое бронирование. На 33 можно пару дней в этом жилье пожить, если что. Очень милая Airbnb семья, которая нас хостит. Нам вот хозяйка принесла завтрак. Хоть мы и вежливо отказывались, она нам сделала бутербродики с омлетом. Чай молочный принесла. Мы сейчас сделаем сейчас сезон авокадо, и мы сделаем гуакамоле для этих сэндвичей.